Сергей Шойгу звонит министрам обороны наиболее влиятельных стран НАТО, главных союзников Украины. Он говорит, я вас, ребята, предупреждаю, Киев готовится к провокациям, будет взрывать грязную бомбу. Отговорите, пока не поздно, своего Зеленского, а то ведь и до греха недалеко. Клавы оборонных ведомств Франции, Великобритании и США один за другим публикуют отчет о беседе. Наши страны ясно дали понять, что отвергают заведомо ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. В целом мы отвергаем любой предлог эскалации со стороны России. Интересно, как получается. У нас глава Минобороны кладет секретной информации, которой он считает нужным делиться с миром. Вы, может, забыли, что именно он, Сергей Шойгу, еще перед нападением на Украину, а если быть точным, то 21 декабря, делал специальное заявление. Американские ЧВК готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, утверждал верный соратник Владимира Путина. Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Не снижается число обстрелов украинские военнослужащие в мирных кварталах Донбасса. Ну, еще Шойгу 1 марта, через неделю после вторжения, объявляла проведение Международного антифашистского конгресса в Москве. И вы будете смеяться. Провел. Стремимся проявлять подрастающим поколением уважение к истории родной страны, ее многонациональной культуре и традиции. Укрепляем единство армии и народа. В остальном министр обороны не то чтобы много высказывается. Он пребывает в тени начальника. Сопровождают его на стрельбище или там рыбалке. Говорят, когда приказано, он делает заявление. Видно, что неохотно. Наш министр не блестящий оратор. Но разве у него есть выбор? Разгонять мутную историю про грязную бомбу поручили именно ему. Впрочем, не только ему. О грязной бомбе еще 23 октября писало российское государственное агентство РИА Новости. Со ссылкой, цитата, на заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе в Украине. Позже в игру вступила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Цель такой чудовищной провокации очевидна – обвинить Россию в применении оружия массового поражения. Власти Украины и их кураторы на Западе рассчитывают, что это выльется в мощную антироссийскую кампанию, подорвет доверие к Москве и ее партнеров, приведет к изоляции нашей страны на международной арене. У Марии Захаровой есть подробности. Киев и его западные кураторы, куда же без кураторов, уже приступили к осуществлению хитрого плана. Называются даже конкретные производители запрещенного оружия – Восточный горно-обогатительный комбинат в городе «Желтые воды» и Институт ядерных исследований в Киеве. И вот еще цитата. «Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для грязной бомбы». По всем признакам украинская сторона пытается разыграть сценарий аналогичной провокации в Буче, когда нас попытались безосновательно обвинить в жертвах среди мирного населения. Несмотря на наше неоднократное обращение, в том числе к генсекретарю ООН, с просьбой предоставить данные жертв и сведения об обстоятельствах их гибели, никакого ответа мы до сих пор не получили. И ведь это поразительно. Захарова говорит о Буче, где весь мир увидел ад, где подтвержденные трупы, убийства мирных людей, подтвержденные и доказанные международными экспертами, журналистами, самых авторитетных изданий со всего света. Там, в конце концов, родные убитых, семьи, потерявшие близких. Но для официального представителя МИД России все отрицать – единственный из возможных вариантов реагирования. Если хотите знать, как выглядит дистиллированный цинизм, то вот он. Это называется словом «расчеловечивание». Но президента Соединенных Штатов Америки, вот того самого, который сейчас показывает кадры вашей кинохроники, его убили. Причина до сих пор, как вы, наверное, знаете, неизвестная. Все знают в Соединенных Штатах, политический эстеблишмент, все, что творится в любой точке мира. Они прекрасно разбираются в ситуации внутри Российской Федерации, какие у нас есть процессы, хорошие, плохие. Кроме одного, они не знают, от чего погиб президент Соединенных Штатов Америки. Только не погиб, а был застрелен. У нас есть информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. Мы видим медийную реакцию Запада. Она нас не удивляет. Она идет в русле той безоглядной поддержки, которую Запад оказывает своему ставленнику Зеленскому, предоставив ему индульгенцию на любые русофобские действия. Ложь и провокация заявляют в Киеве в ответ на сливы о грязной бомбе. И предсказуемо делают вывод. Раз Москва прогнозирует преступление с украинской стороны, значит, жди ровно того же преступления от России. Когда сегодня российский министр обороны влаштовывает телефонную карусель и обзвонил иноземных министров с рассказами про так званую брудную ядерную бомбу, все все добре понимают. Разумеют, кто это джерело, у всего брудного, что только можно уявить в этой войне. Как сообщили в британском Минобороны, московский министр не только предупреждал, он еще и обвинял своих западных коллег в том, что те якобы способствуют эскалации ситуации в Украине. Это угроза. Переводится с русского так. Прекращайте отправлять Киеву оружие и деньги, иначе мы за себя не отвечаем. И не за горами ядерный удар. И вот в чем особенность момента. С одной стороны, Запад прошел точку невозврата. Впервые за многие десятилетия мейнстрим в ЕС и США жесткий. Никакого больше шантажа. Кажется, на высшем уровне всерьез не обсуждают поступающую от Шойгу информацию. Предупреждения российского министра воспринимаются как сигнал об обратном, о намерении России применить грязную бомбу или ядерную, неважно. Но если администрация Байдена осознает, с кем имеет дело, если там понимают, что Путин нажмет на красную кнопку вне зависимости от того, отступит Запад или нет, пойдет на компромиссы или не пойдет, и даже скорее нажмет, если Вашингтон даст слабину и попробует заключить сделку, ведь преступник почувствует безнаказанность, то одновременно с этим в странах либеральной демократии периодически обнаруживаются политики, упавшие с луны. Вот группа из 30 членов Демократической партии США, так называемый прогрессивный блок, они же радикально левые, обратились к Белому дому с письмом, где требуют начать переговоры с Путиным. Мол, помимо поддержки Киева, нужно искать пути урегулирования с Москвой. Мы согласны с точки зрения администрации о том, что Америка не вправе оказывать давление на правительство Украины в отношении суверенных решений, а также с провозглашенным вами принципом, согласно которому не должно быть ничего об Украине без участия Украины. Но как законодатели ответственны за расходование десятков миллиардов долларов налогоплательщиков США на военную помощь в конфликте, мы считаем, что такое участие в этой войне также налагает на Соединенные Штаты ответственность в плане серьезного изучения всех возможных путей, включая прямое взаимодействие с Россией, чтобы уменьшить ущерб и поддержать Украину в достижении мирного урегулирования. Позиция Байдена последовательна и заключается в том, что дипломатическое урегулирование – прерогатива Киева. Когда Зеленский сочтет нужным, тогда и сядет за стол. Но группы демократов считают необходимым вмешательство именно американской стороны. Ведь всем понятно, что Путин воюет с Америкой, а не с Украиной, рассуждают они. И это правда. Он действительно воюет с Америкой в своих мечтах. Начать увещевать российского агрессора – значит дать ему ровно то, чего он хочет – укрепить его в мыслях о величии собственной персоны. Ну и давайте будем честны. Американские конгрессмены пишут письма за неделю до выборов в парламент для того, чтобы понравиться избирателям, чтобы продемонстрировать свою озабоченность. Инфляции, невиданным ростом цен на продукты и энергоресурсы, вызванным войной в Украине. Чтобы перехватить повестку республиканцев-трампистов, уже выступивших за ограничения финансовой помощи Украине. Я думаю, что люди в Сенате будут сидеть в условиях рецессии и станут выписывать Украине пустые чеки. Украина важна, но они просто не станут этого делать. Складывается впечатление, что российские официальные лица запугивают западный мир. Их бесконечные намеки на применение оружия массового уничтожения рассчитаны на слабую нервную систему впечатлительных политиков в Вашингтоне, Берлине, Париже. Кремль добивается уступок. Тут же важно уточнить, это не значит, что Владимир Путин не рассматривает возможность применения этого самого запрещенного оружия. Конечно, рассматривает, без всяких сомнений. И параллельно торгуются, шантажируют, угрожают. Так вот, поддаваться на этот шантаж – путь в никуда. После преступлений уже совершенных Россией в Украине. После нарушения всех принципов международного права. После убийства десятков тысяч мирных людей, в том числе сотен детей. Рассчитывать на договоренности с Владимиром Путиным может только идиот. Отсутствие совести у российской власти, каких-либо принципов, достоинства, человеческих правил общения, как в зеркале, отражается на экране телевизора. Мы все увидели за последние 8 месяцев в эфире государственных СМИ расчеловечивание. Ведь пропаганда, она не только про банальную примитивную ложь. Она начинается с вранья, спущенного сверху, с методичек, где отрицание истины, манипуляции, накидывание версий, чтобы запутать зрителя, заставить его делать вывод о том, что, мол, все не так однозначно. Но дальше, дальше расчеловечивание приобретает новые чудовищные формы, когда сделка с дьяволом уже подписана и назад дороги нет. Происходит падение в пропасть. Ты накручиваешь себя, чтобы оставлять себе возможность засыпать по ночам. Начинаешь верить в свои же выдумки. Ты звереешь, чтобы продолжать. И вот там мне украинские дети, они рассказывали про то, что Украина оккупирована москалями, что если бы не москали, они бы жили как во Франции. А прям топить таких надо было в Тесыне. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Это не важно. Прям в Тесыне. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив Арти не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь. Антон Красовский не почувствовал, как перешел черту. Он в этом совершенно искренне признался. Не понял, где потерял берега. Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Но бывает так. Сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты. У всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите. А он еще писал, что это было просто безвкусно. Но, с другой стороны, как он должен был понять, где проходит черта? Почему желать смерти людям целой нации было можно еще вчера, а сегодня уже нельзя? Сука, этой страны не должно быть. И мы сделаем все, чтобы ее не было. И я вам говорил, мы сожжем вашу конституцию прямо на крещатике. Вот вы радуетесь, что у власти действительно находится Владимир Владимирович Путин, а не такой, например, мудила, как я. Чтобы был бы я у власти, я бы сейчас вас всех натурально повязал там и прямо в мойке в этой утопил. Звериный оскал Антона Красовского как раз и ценился на «Арти». За это его и держали. Чем страшнее были исходившие от него проклятия, тем выше становилась его позиция в холдинге Маргариты Симоньян. Чтобы стать начальником русскоязычной редакции «Раша Тудей», Красовский работал много, без устали, не жалея себя. Так он за два года вырос из внештатного автора до главы «Арти Россия». И, разумеется, он не мог предсказать, что вот именно этот его призыв сжигать и топить детей обернется недовольством руководства. В смысле? Как это нельзя? А мужу Симоньян можно? Если там осталось гражданское население, следовательно, это не наши братья. Мы должны опустить их моральный дух до плинтуса. Понятно. А как насчет самой Симоньян? Кто яростнее Симоньян требовал крови, чтобы скорее бомбили Киев, чтобы скорее снесли с лица земли соседнее государство, чтобы пожестче, без вот этих глупых сомнений, жечь напалмом? «Семь раз отмерь, один отрежь, поспешишь, людей насмешишь». «Русский медленно запрягает, да быстро едет». И другие русские пословицы, объясняющие сегодняшнее утро. А вот и ответочка прилетела. ЧТД. Маргарита Симоньян об обстрелах украинских городов 10 октября 2020 года. Сложно сказать, с чем связано возмущение главной пропагандистки России. В соцсетях популярна версия о том, что она, мол, боится нести ответственность за преступления Красовского, за его речи. В Гааге не отмыться. Но я, откровенно говоря, сомневаюсь. Слишком много уже сказано, уже и без всяких Красовских не отмыться. Очевидно, Симоньян просто кто-то позвонил сверху. Дескать, дети? Ну, это уж too much. Осудила, отстранила. Теперь репостит тех, кто Красовскому сочувствует. Симоньян кажется мне идейной, убежденной сторонницей русского мира, войны в Украине и прочей кремлевской идеологии. То есть, еще раз, она правда во все это верит, самоотвержена, искренне, тупо. Думаю, среди главных лиц российской пропаганды есть те, кто, в отличие от начальницы Арти, понимает реальность, но из-за слабости, жадности или трусости летит в эту самую пропасть, хватаясь в полете за оправдание, лихорадочно подыскивая аргументы в свою защиту, ковыряя в себе обиды на украинцев, американцев, европейцев, отчаянно пытаясь убедить себя в необходимости приходить на работу и продолжать. Значительная часть оказались охвачены вот этим безумием нацизма. Какой это имеет массовый характер, до этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Ты понимаешь? Ну, я бы точно не могла себе представить, что их там столько. Видите, вы услышали. Не то, что я говорил. Жестче надо, жестче. Знаете, после истории с Красовским я вспомнила счастливые довоенные времена, когда мы спорили о западной политкорректности. Многие публичные люди в Москве возмущались, до чего, мол, докатились американцы и европейцы, если рушат карьеры знаменитых телеведущих из-за неосторожно сказанного слова. Когда я жила и работала в США, то могла сомневаться, не понимать, как же так, увольнять за нечаянную ошибку, неудачную шутку, глупое сравнение. Помните, к примеру, знаменитую Меган Келли, которую в 2018 вышвырнули с NBC за слишком нетонкие рассуждения о костюмах на Хэллоуин и проявлениях расизма. Это ведь не очевидное решение руководства канала попрощаться с классным журналистом из-за вот такого. Но, во-первых, Меган Келли заплатили десятки миллионов отступных, хотя на самом деле это второстепенно, важно то, что для афроамериканцев ее высказывание совершенно недопустимо и крайне оскорбительно. Я могла этого не понимать, как недавно переехавший в Америку русскоязычный журналист, а вот она не могла не понимать. И пусть все-таки спорно, подобные истории заставляют нас всех помнить о принципах профессии. Не провоцировать рознь, ненависть и вражду, не оскорблять – один из основных. Понятно, что в Штатах одновременно с либеральными проводниками политкорректности работают и процветают такие ведущие, как Такер Карлсон. Злословие, его фирменный стиль. Недаром его обожает Владимир Соловьев. Авторские шоу на Fox News «Здесь работает Такер» – это отдельный вид республиканской, даже не республиканской, а скорее трампистской пропаганды. Агрессия, злоба, местами ни на чем не основанные обвинения в адрес оппонентов. Крайне опасный для демократического общества нарратив, особенно учитывая огромную популярность Fox News среди консерваторов. Но как же далеко им до России? Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать. Мы все придем и всех вас убьем. Расчеловечивание. Оно справедливости ради не только в высказываниях официальных лиц и телеведущих в России. На стороне жертвы после нападения появились те, кто буквально радуется при виде трупов российских солдат и говорит об этом публично с некоторой даже бравадой. И теперь я получаю удовольствие от просмотра хроник, на которых лежат трупы российских солдат. Я дозволю себе зацитовать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что для того, чтобы снищить нацию, нужно снищить в первую очередь детей. Потому что, убивая их родителей, дети вырастут и обязательно помстятся. Это недопустимо. Недопустимо любое насилие и призывы к насилию. Другое дело, что представители Украины, на которую подло напал сосед, имеют право, в отличие от Антона Красовского, потерять эти самые берега. Им можно. Они каждый день хоронят гражданских. Они видят трупы детей. И да, озвереть в подобных обстоятельствах нечто естественное. Удивительно, что в предложенных условиях украинские политики, не все, но целый ряд, находят в себе силы не желать мучительной смерти всем русским. Не ненавидеть всех. Когда придет время, именно их усилиями будет строиться новая украинская демократия. Где толерантность, политкорректность в хорошем смысле будут много значить. Где будут уважать чувства. И это не то же, что у нас пресловутое оскорбление чувств верующих, которым прикрываются все людоедские инициативы, запреты и мракобесия. Нет. Настоящее уважение к чувствам. Потому что Украина станет частью Европы. А Россия? Россия придется пройти длинный путь, прежде чем нам позволят вернуться в приличное общество.